В эфире информационная программа «Городские подробности». В студии Денис Куклин. Здравствуйте! Город Архангельск, как и любой другой крупный региональный центр, сталкивается с большим количеством острых проблем. Это и ремонт дорог, и расселение ветхого жилья, и трудности в сфере ЖКХ. Но для жителей важно не наличие этих проблем, а то, как они решаются. Сегодня в нашем выпуске мэр Архангельска Виктор Павленко расскажет журналистам телеканала ПС, какие шаги были для этого предприняты, и о том, какие изменения нас ожидают уже в ближайшем будущем. На проблемы города Архангельска обратил внимание Общероссийский народный фронт. Как вы считаете, с чем это связано, и будет ли это способствовать решению городских проблем? Очень хорошо, что Общероссийский народный фронт обратил внимание на город Архангельск, на те проблемы, которые в городе Архангельске существуют, и которые мы ставим на первый план. Значит, наша постановка вопросом правильная, значит, того, что мы добиваемся в решении вопроса ветхого аварийного жилья, развития инфраструктуры, водоканала и так далее, дошли даже и получили какую-то огласку на общероссийском уровне. Мы открыты всегда для прессы, для народа, отчитываемся постоянно, и те проблемы, которые у нас есть, и пути их решения, мы до наше население доводим. Конечно, очень жалко, что те сведения, которые обнародованы от Общероссийского народного фронта, они, мягко говоря, неправильные, несправедливые, иногда просто ложные. Значит, кто-то специально или волей-неволей эти сведения такой серьезной организации предоставил. Все это делается, к сожалению, на фоне принятия закона о реформируемом местном самоуправлении, о так называемом принятии сети-менеджера. И подогревается всячески тем, чтобы дискредитировать лично меня, как мэра города, вообще систему прямых выборов населением мэров городов Архангельской области. Мне кажется, на этом фоне. Я считаю, что надо разделять политику от экономики и действительно заниматься экономикой, а не как популизмом политическим, используя вот такие серьезные организации, как Общероссийский народный фронт. Думаю, что мы информацию достоверную, объективную до Общероссийского народного фронта доведем. Виктор Николаевич, сегодня Вы провели прием граждан, и, как правило, каждый такой прием – это своеобразный срез проблем, которые есть в городе. И не секрет, что значительная их часть обусловлена как раз тем, что по отношению к Архангельску из областного бюджета средства распределяются, ну, скажем так, несправедливо. Вы лично какой путь выхода из ситуации видите? Зачастую говорят, что какой-то политический кризис существует в городе Архангельске, и существует некая такая война в средствах массовой информации. Вот я считаю, никого политического кризиса нет, и никого войны нет. Мы открыты и гласны для населения и средств массовой информации. И то, что мы делаем и намереваемся делать, мы это сообщаем в средствах массовой информации. Вопросы заключаются, они экономического характера. Что я имею в виду? Ну, простая математика, я уже не раз говорил. Вот еще раз повторю, что город Архангельск, жители города Архангельска зарабатывают и направляют, город направляют в бюджеты разных уровней в виде налогов, там, федеральных, муниципальных, региональных, около 20 миллиардов рублей. Бюджет города Архангельска 7,3 миллиарда рублей. Из них часть, это субсидии и субвенции на зарплату наших учителей, это тоже, конечно, проблемы городские, но это полномочия региональных властей. У каждого есть свои полномочия. Мы говорим, да, или это те средства, которые направляются, собственно, на развитие города Архангельска. При потребности города, минимально, выполняя те требования, которые определены федеральным законом, нужно порядка 10-11 миллиардов рублей. А на выполнение судебных решений, которые за это время накопилась масса, конечно, самая большая масса-то в городе Архангельске, но здесь и проблем больше всего. Здесь и проживает 357 тысяч жителей, то есть 30% населения города. Но вот в связи с нашим таким мнением о выборах мэра, о своих предложениях по сети менеджеров, акцентируется внимание только по городу Архангельск. Я знаю, что в нашем ближайшем Северодвинске, большом тоже городе важном, там тоже более 700 судебных решений. Так вот, на исполнение судебных решений, тут и по капитальному ремонту, требуется более 5 миллиардов рублей. Это больше бюджета города. Поэтому мы говорим о том, чтобы должно быть справедливое распределение. Раз город такой вклад вносит в общий бюджет области, значит, адекватно он должен и финансироваться. Поэтому проблема чисто экономическая. Несколько раз это уже говорил, и говорю сейчас, и федеральные структуры находятся, которые и региональные структуры, и воинские части, и другие организации, которые пользуются всеми условиями областного центра. Поэтому, конечно, адекватное финансирование должно быть в городе Архангельске. И надо не заниматься политикой, не подключая для этого известные федеральные структуры и газеты, а надо заниматься экономикой. Главное, чтобы программа по городу Архангельску, как областного центра, она заработала снова. Вы помните, что там закон есть, никто его не отменял, но в связи с трудностью биобластного бюджета была прекращена программа финансирования. А это ни много ни мало, 680-700 миллионов рублей в год. И мы требуем ее все-таки возобновления. Я еще раз хочу подчеркнуть о том, что можно, и мы готовы решать, и даем свои предложения. Если в силу каких-то причин губернатор и правительство не доверяют мэрии, хотя мы не дали оснований для этого никогда, если подводил кто-то, то подводил нас. Я еще раз подчеркиваю, там империановая компания, которая подвела и нас по Доковской, и ту же правительство области по Кастаризной фабрике, и по строительству набережной Седова, кстати, в Соломболе. Но мы, мэрия, никогда никого не подводили, свои обязательства всегда исполняем. Но даже если мы кому-то не нравимся, пожалуйста, эту программу может исполнять само правительство области здесь, в городе Архангельске. Но вот вы как раз сказали о том, что конструктивного диалога с правительством области нет, программа не работает, и в связи с этим, получается, растет долговая нагрузка на наш городской бюджет. — Естественно, значит, мы сегодня не просто получаем на душу населения мало средств, из тех, которые, я вам уже сказал, отдаем в общий котел, но еще и приходится нам кредитоваться. Иначе совсем жизнь бы затухла в городе Архангельске, хотя вот я сейчас ввел прием, и, конечно, люди за что-то благодарят, а что-то требуют, за грудки берут. Говорят, Виктор Иванович, хорошо вот вы тут сделали, и вот тут вот хорошо, но все, надо больше, надо больше. Понимаете, мне, конечно, радостно, что люди это видят, но не требуют. Люди уже забыли, что несколько лет назад в центре города на Чумбаровке были ямы в колену, там не пройти, не проехать, а теперь это лучшая пешеходная улица, наш Арбат, красиво, там появляются какие-то кусты. Люди, это хорошо, потому что надо стремиться к лучшему, да, но мы берем миллиард рублей кредитов, то есть получается, мы заработали, отдали, а сами должны занимать или кредитовать. Виктор Николаевич, городскую власть упрекают в так называемом нецелевом расходовании средств на те или иные сферы жизни, но как же тогда быть с исполнением судебных решений по предоставлению жилья, ведь они исполняются и средства на это идут. Я заявляю о том, что нецелевое использование бюджетных средств нет и быть не может. По одной причине, что мы действуем по утвержденному депутатами Гордумы бюджету, отчитываемся ежеквартально, за 9 месяцев, за год о его исполнении. Любые изменения мы вносим только через депутатов Гордумы, и все там расписано. Что касается исполнения судебных решений, то эти средства, мы достаточно большие средства направляем на эти цели, даже в рамках вот такого скудного бюджета. И вот мы уже теперь планируем на 3 года этих средств порядка 300 миллионов рублей. Я должен сказать, что за последние 2 года, так просто одна цифра, нам удалось исполнить более 500 судебных решений. То есть мы работаем, мы не раз обращались. Получается так, что 60% выделения средств или денежное замещение, что мы делали в прошлые годы, люди, которые жилье имеют. Мы действуем в рамках этого федерального закона. Поэтому средства предусмотрены, решение судов будет исполняться различным способом. Прежде всего строительством жилья социального. И я думаю, что если мы найдем общий язык, то все-таки строительством высотного жилья в 6-7 микрорайоне, а не в малоэтажке, скажем, в Северном округе или в Цигламине, что даст значительный прорыв. Это тем, что молчат, но это я считаю, что определенно все равно заслуга мэрии города Архангельс, так называемой застроенной территории. И первые результаты есть. Уже более 100 семей, квартир выделено застройщиками, которые получают земельные участки и за счет своих ресурсов расселяют людей. Нет ли ресурс, да? И других денежных компенсаций людей. Поэтому включаем все резервы для того, чтобы исполнять судебные решения. Вы уже коснулись темы строительства социального жилья и проблемы переселения граждан из аварийного жилфонда. Как сегодня город решает эту проблему? Какие стройки есть и что будет? Потому что мы знаем, что уже возможно возведение многоэтажного жилья социального. И знаю, что у города есть проекты по этому вопросу. Мы заканчиваем три дома на улице Конзихинской. Получается такой неплохой микрорайон с дальнейшим строительством в этом микрорайоне. Мы преодолели трудности, мы их не скрываем. Мы об этом откровенно говорили, что мы три раза проводили конкурсы на строительство домов в Цикламине. И подрядчики не заходили. Здесь проблемы, ну не знаю, какие проекты, 490 миллионов рублей. Достаточно большой проект. Мелкие организации, им тяжело залог внести в банковские и так далее. Ряд условий, которые им сложно, конечно, исполнить. И все-таки преодолели эти трудности. Зашла подрядная организация. Усиленными темпами забиваются там сваи. Ростверды в ближайшее время будут делать. То есть, при этом мы всю инфраструктуру полностью подготовили, затратив огромнейшие средства. Вот, к сожалению, мы констатируем, это тоже такой, знаете, такой самообман. Цена вопроса, цена квадратного метра строительства социального жилья 34,5 тысячи квадратных метров. Средняя цена в городе Архангельске, даже в 93 серии, без чистовой отделки, она 55. Так вот, всю эту разницу мы вкладываем из бюджета. Итак, вот, красиво говорим. Вы знаете, мы социальное жилье стоим за 34. На самом деле, оно 55 или около этого, оно и обходится в бюджет. Это же мы тоже все закладываем. Говорят, вот можно с фонда взять хоть там 3, хоть 5 миллиардов рублей, и фонд эти деньги даст. Но софинансирование там будет 50 на 50. А где найти при бюджете, собственно, 4,5 миллиарда рублей эти 50% на софинансирование? То есть, получается такой замкнутый круг. Говорят, пожалуйста, вам деньги. Вы знаете, муниципалитеты и не хотят строить, и не хотят людей переселять с веткового ареного жилья. У них 1800 там неисполненных судебных решений. То есть, вот такой обман. А люди возбуждаются. Возбуждают эти людей, да? Но когда встречаются с людьми, это рассказывают, что-то они говорят, да, действительно, а как? А что? Они же понимают люди. Простые люди понимают больше, чем некоторые начальники, к сожалению. Поэтому не надо обманывать людей. Надо чутко сказать, сколько у нас средств, на что мы их направим. Кстати, бюджет сейчас, мы уже трехлетний его делаем, там, 15, 16, 17 год. И, пожалуйста, он в открытом доступе. Надо работать. Если есть претензии, кстати говоря, что касается проверки, вот я, с другой стороны, вот вроде мы обижаемся там на прокуратуру, да? Ну, потому что в день получаем протестов, ну, столько там по разным вопросам. А, с другой стороны, я им очень благодарен прокуратуре. И вот они проверяют, и насколько серьезных вот к нам претензий не было. Если были претензии, то не к мэрии, собственно, да, а, скажем, как подоковской, к нерадивому подрядчику, там, нерадивому заказчику. И, слава богу, там, мы чисты, кажется, и перед народом, и перед своей совестью. Как раз вот, говоря о точной информации, наверное, многим будет интересно узнать о судьбе предприятия «Водоканал». Главное наше городское, одно из стратегических предприятий, переживает нелегкие времена, и многих интересует, сохранится ли оно вообще. Только благодаря нашим колоссальным усилиям «Водоканала» и мэрии, это предприятие еще не является банкротом. Ситуация такая, значит, предприятие получает из всех поступлений оплаты за воду, 30% остается на их нужды, на это они, так сказать, и живут, и функционируют, и ремонтируют, и продолжают функционировать, и обеспечивают водой, как бы трудно ни было. А 70% остается должниками. Но теперь к началу. Почему это произошло? Потому что в 2012 году, когда в тариф стал устанавливать тарифный комитет или агентство по тарифам и ценам правительства области, значит, установлен был минимальный тариф, ну, есть требования правительства Российской Федерации, и там выше определенного процента, поднимать тариф нельзя. Ну, это и справедливо совершенно, чтобы люди не страдали. Но тариф у «Водоканала» был настолько низким, я приводил пример, у нас тариф там до 2012 года был, наверное, на уровне, вот, бутылки воды 0,5 банаква, да, там, 12-14 рублей, вот, это куб воды, представляете? Значит, вот это исходные были тарифы. Значит, установлен был минимальный тариф, там, на несколько рублей подняли, и сразу это посадило «Водоканал», и минус, вот, знаете, значит, 2012-2013 год, пока департамент по тарифам и ценам устанавливал этот тариф, «Водоканал» получил минус 700 миллионов рублей. У нас в центре города «Водоканал» был, он чуть-чуть с прибылью функционировал, его всегда, кажется, на дно тянули острова. Раньше островные территории, все водозаборы на Кегестрове, Бревеннике, Хабарке, они обеспечивались за счет областного бюджета. Но еще при губернаторе Киселеве они были переданы, вот, принудительными, что называется, порядком, но было обещано, что средства для этого будут. Так вот, значит, средств не было, и это бремя несет «Водоканал». Ну, ладно, случилась такая ситуация, да, разницу, вот между экономически обоснованным тарифом и фактически экономическим тарифом по закону должен возмещать тот орган, который этот тариф установил. В данном случае это правительство области. Они отказали в предоставлении тарифа и начались проблемы «Водоканала». «Водоканала» еще к тому же был, и есть «Еберовский кредит». На этом серьезном фоне экономическом мы приложили все усилия для того, чтобы платить по кредиту, по процентам кредита. «Водоканал» это делал, и «Мэрия» это делала. Но когда возникла ситуация, что мы не можем этого делать, я обратился к губернатору с просьбой, цена вопроса была заплатить 11 миллионов рублей и выбирать дальше кредит. Оставалось там буквально 143 миллиона рублей. Я докладывал о том, что придется правительству как гаранту, это по закону определено, по договору определено, что он как гарант будет возвращать этот кредит. Было принято решение возвращать. Зачем? То есть неправильное управленческое решение, оно привело к тому, что пришлось правительству области возвращать кредит. То есть мы бы не просто выбрали этот кредит, не просто достроили и закольцевали водовод, и поставили его на баланс, и получили под него тариф на транспортировку воды. И теперь на флаг это поднимаем, то есть загнав в угол вот этими действиями водоканал, поднимаем на флаг, вы знаете, такие нерадивые в мэрии города Архангельска, и мэр там, вот такие управленцы никакие, что они пришлось платить. Да вот глупость-то там, а не здесь, вы понимаете? Вот она, и никому нет дела. Вот я бы зарекомендовал нашему Всероссийскому народному фронту вот там позаниматься бы и попросить эту информацию, это хотя бы для интереса. А вот зачем вы там 185 миллионов отправили в кредит ЕБР? Вся проблема заключается в том, что правительство области, губернатор, дальше депутаты почему-то решили волевым способом изменить систему управления в Архангельской области. Да, 136-й федеральный закон это позволил, дал им исключительное право, но обязательно президент Российской области сказал о том, что надо посоветоваться с народом. И в других территориях так и сделали. Я общаюсь с своими коллегами в Великом Новгороде. Оставили прямые выборы в Великом Новгороде и в Старой Руси. Оставили выборы в Ярославле и Рыбинске. И во всем Северо-Западе. То есть поступили так, в серьезных городах оставили прямые выборы, потому что это более ответственные выборы, чем сети-менеджеры. Но идет борьба за то, чтобы захватить, наверное, город Архангельск. Идет дискредитация вот такими там. Я понимаю, можно чем-то дискредитировать таким, что не является жизненно обеспечивающим город Архангельск. Нельзя же там ради собственных каких-то амбиций, ближних, ледальных или каких-то, не знаю, вот вообще рисковать городом, вот так относиться к 357 тысячам людей. Надо вместе решать эту проблему. А решается так, значит, тут денег не дадим, тут проблемы создадим и будем ждать, мэрия там справится с этой задачей или нет. Но пока, слава Богу, нам удается с этой проблемой справляться. И, наверное, прежде всего потому, что мы головой думаем раз, а во-вторых, все-таки ищем партнеров. И сегодня есть инвесторы, с которыми мы прорабатываем вопрос все-таки по водоканалу. Но этих инвесторов еще и интересует, и к счастью нашему, интересует полностью восстановление в современном облике этой СЦБК Соломбальского и очистные сооружения, на котором это тоже отдельная тема, очистные сооружения на Соломбальском СЦБК, и взаимодействие города и СЦБК. И если все-таки все получится и договоренность будет достигнута, то эта цепочка будет выстроена, да, и может быть это будет частное государственное партнерство и так далее. То есть перспективы в этом вопросе есть, и мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить банкротства водоканала. Вот нам надо действовать в интересах людей, неважно, какую мы власть представляем, региональную или муниципальную. Ну вот не менее резонансной, скажем так, темой является и строительство транспортного терминала на площади у морского речного вокзала. Как Вы считаете, насколько необходим городу этот объект, и участвует ли мэрия непосредственно в его строительстве? Вы знаете, объект очень необходим. Конечно, идеальный бы вариант, и мы несколько раз обращались, значит, и при прежнем губернаторе, обращались к хозяевам североморского пароходства, которому он принадлежит, о том, что все-таки вернуть. Может быть, и выкупить, или муниципалитету, или области, выкупить морской речной вокзал для того, чтобы он использовался не как торговый центр, как сейчас, а как все-таки по принадлежности, как морской речной вокзал, и для пассажиров как раз основного места, где у нас собираются все автобусы с города. Но, к сожалению, это не получилось. Мы вынуждены были все-таки этот проект сделать инвестиционным проектом. И, значит, откликнулись инвесторы, предприниматели, начали проектирование, это же все было согласование, проектирование, все как положено в соответствии с законом. Ну, значит, готовы были приступить к строительству. Все, значит, что тут началось, проверки и так далее, незаконно и так далее. Ну, я думаю, что все так или иначе состоится. Так вот, мэрия туда ни копейки не вкладывала и вкладывать не собирается. Это инвестиционный проект. Причем, мало того, что они построят автовокзал, где будет тепло, светло. Виктор Николаевич, предлагаю резюмировать наш с вами сегодняшний разговор. Программе развития Архангельска, как областного центра, мы посвятили с вами часть беседы. Все-таки мэрия готова к конструктивной работе по формированию этого документа. И каким вам видится возобновленная программа? Да, мэрия не только готова. Она все, уж целый год с момента прекращения, приостановки деятельности этой программы, она всячески дает предложения свои. И вот здесь они вот у меня есть, они сформированы в виде там таблицы и так далее. Таких предложений мы направили на общую сумму больше трех миллиардов рублей. Ну, понимаем, что программа, она там, ну, 600 миллионов рублей максимум, которая была. Может быть, она быть меньше, там, понимаем, трудности бюджета. Она есть. Предложения такие есть. И мы просим администрацию области, губернатора определиться. Сегодня решение за правительством, за губернатором. Какие мероприятия будут взяты и какие будут профинансирования и насколько. Мы готовы к конструктивной работе всегда. Будем надеяться, региональная власть услышит город и включится в конструктивную работу. Тогда решать многие проблемы жителей Архангельска будет гораздо проще. На сегодня это все. В эфире была информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Денис Куклин. Хорошего вам воскресного дня и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова